Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работает Сергей Уланов и Айнура Уразгалеева. И в начале выпуска коротко о главном. В районе поселка Барбастау произошла крупная авария со смертельным исходом. Во время переноса памятника Миши Гаврилова у монумента отломали руку. На дачах Уральска орудуют воры, огородники бьют тревогу. Депутатская фракция Демократической партии Казахстана Акжол в очередной раз ставит вопрос о неэффективности реализации государственных программ и оценке деятельности государственных органов, ответственных за их исполнение. Это прозвучало в депутатском запросе. А Мажелисмен Собельянов выступил против бездонного кредитования бизнеса. По словам депутата, госгарантии, из-за которой никто не отвечает, расплодили еждивенческие и неработающие предприятия. В третьем запросе депутаты просят правительство Казахстана остановить рост цен на продукты и услуги. Напомним, недавно министр сельского хозяйства сделал резонансное заявление о том, что богатые люди не должны покупать хлеб дешево. Но цены на хлеб в Казахстане растут из-за интересов зерновиков, считает депутат Мажелиса Косарев. По его мнению, чиновники подводят идею о повышении цен на хлеб к рыночным правилам, при этом не обращая внимания на то, что в мире и рынок, и капитализм уже уходят из моды, уступая идеологии социальной справедливости. По мнению Косарева, мысль о повышении цен на хлеб исходит из глубин правительства, а выручка от экспорта зерна возвращается в страну не вся. Мы отчетливо понимаем, что делается это в интересах зерновых компаний. Не станем скрывать, что население села Олов сильно пострадало от их алчности и корысти. У жителей сел отняли земельные наделы, не платят за них, обрабатывают лучшие поля, а земли послабее брошены. Таких земель 9 миллионов гектаров или 30 процентов пашни. В этом вина не жителей сел и аулов, а зерновых олигархов. Они уже присвоили себе право на карбопроизводство и продают в частном подворье сено в 3-4 раза дороже себестоимости. Правительство скорее всего не хочет видеть того, что выручка от экспорта зерна не вся возвращается в страну, а уходит в офшоры. А депутат Собельянов призвал главу правительства рассмотреть вопрос прекращения субсидирования некоторых субъектов бизнеса. Речь идет о компаниях, которые занимаются оптово-розничной деятельностью, арендой недвижимости, гостиничным бизнесом, сферой отдыха и развлечений. Также депутат просит рассмотреть вопрос прекращения субсидирования проблемных кредитов. Более того, Собельянов призвал установить ответственность должностных лиц, отвечавших за выдачу субсидий, не работающим предпринимателям. В рамках другой программы посткризисного восстановления оздоровления конкурентоспособных предприятий, это программа Министерства финансов Республики Казахстан, с 2011 года по 2015 год из бюджета выделено субсидии на 57 миллиардов тенге. По состоянию на 1 июля 2014 года в ней находилось 55 компаний, из которых 32 субъекта предпринимательства занимались оптово-розничной торговлей, арендой и эксплуатацией недвижимости. Возникает вопрос, чем именно такие предприниматели, такие субъекты предпринимательства, участники этих двух программ, заслужили безвозмездные деньги от государства. А депутаты от партии Ахжол уверены, что некоторые министерства выдают недостоверные факты и вводят в заблуждение общество. Например, агентство Блумберг на днях сообщило, что согласно оценкам ООН по показателям здоровья Казахстан находится на последнем месте в СНГ и на 111 месте среди 145 стран. По материнской смертности в 2013 году официальный показатель страны говорит о 12 случаях на 100 тысяч новорожденных, тогда как данные Всемирного банка фиксируют 26, то есть занижение данных в два раза. Считаем, что причинами столь разительного несовпадения данных является несовершенство методики в отечественной системе здравоохранения, позволяющей манипулировать оценками и приукрашивать реальную ситуацию. В частности, по данным наблюдателей, значительная разница между данными Минздрава и ВОЗ по материнской смертности объясняется нередким оформлением таких случаев другими причинами, например, смерть от травм или заболеваний, не связанных с родами. Манипулирование показательным системам здравоохранения искажает информацию о происходящих процессах, лишает общество и госорганы возможности адекватно оценить угрозы и предпринять необходимые меры по обеспечению надлежащего качества жизни. Аналогичные расхождения стат данных наблюдаются и по другим позициям профильного ведомства. К примеру, согласно данным Министерства, в 2014 году количество больных туберкулезом на 100 тысяч населения составляло 66 человек. В то же время данный ВОЗ констатирует вдвое большую цифру – 139 человек. Боужан Шайхмед, Анизато Спанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Крупная авария произошла на трассе Самара-Шимкент в районе поселка Барбастау. Там столкнулись два автомобиля «Лада Гранта» и «Нива Шевроле». Погибло два человека. Еще один находится в областной клинической больнице. Его состояние расценивается как средней степени тяжести. ДТП произошло 10 ноября около 6 часов вечера. Автомобиль «Лада Гранта» ехал в сторону Уральск. В противоположную сторону двигался автомобиль «Нива Шевроле». 25-летний водитель «Лады Гранта» выехал на полосу встречного движения. Избежать столкновения не удалось. Согласно акту освидетельствования, 25-летний водитель автомашины «Лада Гранта» находился в состоянии алкогольного объединения в средней степени. На месте аварии работали сотрудники спасательного подразделения. С помощью специальных инструментов они извлекли из автомобиля «Лада Гранта» пассажира, личность которого устанавливается. На месте работало три человека, три спасателя. Применялось инструменты «Халматеры» и специнструменты наши обычные. По времени сколько ушло? Минут 25 работали. Пассажир «Лады Гранта» и 67-летний водитель «Шевроле» скончались на месте. Водитель «Лады» остался жив, однако получил серьезные травмы. В областную клиническую больницу был доставлен гражданин 1990 года рождения. Диагноз закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, разрыв оклиняли ключичного, сочленение ушибленной раны. Сейчас состояние расценивается как среднестепень чажести. Находится в областной клинической больнице в отделении 6-й хирургии. Факт аварии зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 375-я часть 4-я Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть нарушение правил дорожного движения. Олег Великий, Даурин Дюсюмбиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В ночь с 10 по 11 ноября в Уральске выпал долгожданный снег и не растаял, как это было до этого дня. Работники дорожно-эксплуатационной службы тотчас включились в работу по уборке города от снега. Как они сами признаются, в эти дни природных осадков в виде снега они не ожидали, но были полностью готовы. В дорожно-эксплуатационном предприятии отмечают, что в ближайшие 3 дня они ждали дождь. Осадки в виде снега заставили коммунальщиков изменить все планы, вызывать снегопогрузчик и грейфер. Также прошлую ночью работала 21 полевомоечная машина, 11 тракторов со щетками и еще 3 трактора чистили тротуары. Организовано 3 колонны и за ними пришлось немножко подсыпать, потому что водители резину не поменяли, скачут. И даже после того, как мы посыпали, одна машина все-таки ночью слетела. Первая смена закончила работать у нас где-то с 7 до 7.20, и с 8.30 уже на линию вышла вторая смена. Общее количество рабочих, очищающих город от снега, 300 человек. Однако прошлой ночью с осадками справились всего трое. Хотя коммунальщики снега и не ожидали, врасплох их это не застало. К зиме они начали готовиться еще задолго до ее наступления. Снегу, конечно, выпало немного, но это не повод расслабляться. Поэтому работники дорожно-экспортационных служб вооружились лопатами, завели технику и вышли на улицы города. В первую очередь от снега очищают проезжую часть. Всего коммунальщики вывезли порядка 15 кубов снега, но это только начало. Снег в городе начал идти с самого утра. И не исключено, что уже завтра утром его выпадет еще больше. А это значительно прибавит работы деповцам. Олег Великий, Марлен Искалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске три дня демонтировали памятник Миши Гаврилову, но при переносе монумента на новое место рабочие отломали руку, в которой пионер-герой держит ружье. Сейчас скульптура уже установлена на новом месте. Дефект обещают исправить в самое ближайшее время. Демонтаж памятника пионеру-герою Миши Гаврилу проходил напротив Западно-Казахстанского государственного университета имени Мохамбета Утемисова. Три дня нанятые рабочие при помощи отбойных молотков отделяли скульптуру от постамента. Как сообщил мастер, от ударной работы даже сломался один отбойный молоток. Каркас из него сделан из арматуры и залитый этот. Ну, я не знаю, как, но мне сказали, что вся голова пустотелая у него, а бетон заливался через голову, туда, внутрь. Вот был этот. Ну, вот мы, исходя из этого, сейчас поддерживаем его, но голову не трогаем, ничего не трогаем, стараемся поменьше разрушать его. Уже три дня вы его... Да, да, ну очень бетон и этот камень прочный. Ну, строился при Советском Союзе, видать, что... А что это камень там? Ну, камень, бутовый камень, бутовый, да, бутовый камень и залитый бетоном. При демонтаже памятника рабочие сломали руку, в которой герой гражданской войны держит ружьё. На новом постаменте монумент установлен без этой важной части скульптурной композиции. Директор военно-технической школы отметил, что дефект будет исправлен. Наша школа является центром военно-патриотического воспитания, а это патриот гражданской войны. Я привозил скульптора сюда, в Самары. Всё нормально, надёжно, в советское время делалось, крепко, и если что, я приеду, подреставрирую. Сейчас рука с ружьём хранятся в помещении ВТШ, дожидаясь своего часа. Напомню, решение о переносе памятника было принято городским акиматом по предложению руководства школы. Памятник, по их мнению, должен служить развитию патриотического воспитания. Сейчас памятник Миши Гаврилова, как мы надеемся, занял постоянное место в нашем городе, возле военно-технической школы. Постамент пока ещё не укреплён, но коммунальщики пообещали, что сделают это в самое ближайшее время. Роман Копняев, Айбулат Жигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Крестьяне, посевы которых серьёзно пострадали во время летней засухи, до сих пор не получили страховых выплат. Об этом заявили в областном управлении сельского хозяйства. Чиновники сообщили, что в регионе было списано 117 тысяч гектаров зерновых и 22 тысячи гектаров масляничных культур. Это составляет около 40% всех посевных площадей. Всего по области застраховано 186 тысяч гектаров. На сегодняшний день документы по пострадавшим списанным площадям, документы собираются. И отправились в головную область страховых компаний. Это союз фермы Казахстана и общество взаимное страхование Сахтануши. После рассмотрения должны выплачиваться страховые суммы. Это составляет на 1 гектар. Это в зависимости от культуры от 2 тысяч до 4 тысяч деньги за гектар. Отныне на должность госслужащих будут принимать только после сдачи экзаменов. Согласно новому законопроекту, система госслужбы Казахстана подвергнется изменениям. Реформирование системы обсудили в ходе семинара с участием экспертов и самих чиновников. Заседание состоялось при поддержке проекта Европейского Союза. Новый законопроект о госслужбе республики был принят 22 октября текущего года. В него был внесен ряд изменений. Порядка 100 госслужащих Западно-Казахстанской, Адраусской и Магисталской области собрались в Экимате Уральска. Перед участниками выступили представители департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции области. Встреча организована совместными усилиями с представителями проекта ЕС. Международный опыт внедрения новой системы представил эксперт проекта ЕС Максимилиан Фоденгер. Он рассказал о принципах формирования государственной системы. Новый законопроект считается самым современным. В нем отражается лучшая практика европейских стран. Согласно ему, на госслужбе будут привлекаться только высокопрофессиональные специалисты. Они будут поступать на службу только посредством сдачи экзамена. Им необходимо регулярно проходить аттестацию. Система оплаты труда будет основана на результатах работы. Кроме того, международный эксперт отметил, что законодательная база, связанная с госслужбой, уникальна в каждой стране. Нельзя скопировать какой-либо закон и без изменений применить его в той или иной стране, отметил эксперт. В лучших европейских странах на уровне госслужбы сегодня действуют такие принципы, как прозрачность, верховенство права. Кроме того, госслужба – одна из сферной и более подвергнутой коррупции. По этой причине ужесточены правила приема чиновников на работу. Граждане без опыта могут только поступить на ниже стоящей должности. А уже с опытом люди именно и на государственной службе, и которые работают в квази-государственном секторе, они могут только на конкурсной основе поступать на государственную службу. Трехэтапный конкурс там проводится. И обязательно тестирование, собеседование в агентстве, потом собеседование в государственном органе именно по специфическим законам, по которым будет работать данный кандидат. Во второй части семинара было запланировано рассмотрение информационной системы ЕКЗМЕД, при которой граждане смогут четко контролировать расходы на административные процессы и в целом эффективность работы правительства. В садоводческих обществах Уральска продолжают орудовать воры, причем крадут буквально все, что под руку попадется. Дачники обеспокоены, этим и бьют тревогу. Ведь воры в целях наживы идут на крайние меры. Да, плюс ко всему, как утверждают огородники, воров они ловят, сдают в полицию, а их оттуда отпускают. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 126 краж в дачных обществах, окончено производством 31 дело. Основными объектами посягательства при совершении краж чужого имущества с дачи являются поливные насосы, электромоторы, садоводческие инструменты, бытовая техника и личные вещи. Вот буквально телевизор у меня стоит, плазменный, я нашла его. Не знаю, хозяев пока своих не нашла. Сообщила в милицию, сообщила председателю, сообщила всем, что он у меня стоит, найдете хозяева, скажите, что он у меня. Потому что я сторож, я если нашла или отобрала, я имею право принести себе домой. Дачники отмечают, если раньше воры ограничивались только продуктами питания, то сейчас крадут буквально всё, что под руку попадётся. Но главная проблема в том, что сторожа воров ловят, сдают в полицию, а их отпускают. Воров поймала, а эти же воры написали на меня заявление. Я их ловлю, отдаю на 31-ю школу милиции. Милиция что делает? Их тут же отпускает. Меня продержат до полночи в милиции, а они хозяева дачи, пожалуйста, воруй, что хочешь. Вот буквально вчера у меня, пока я сидела в субботу на воскресенье до утра в милиции, у меня воровали дачу, вывезли трубы ещё, плюс к тем трубам, которые я уже ловила. Это что такое? Я с ними сделать ничего уже, с этим Ваня Акуленко, я ничего сделать не могу. Кто такой Ваня Акуленко? Сидел, отсидевший за воровство, живёт у нас на позьме, на дачах, так сказать, я позьму её называю. Живёт у нас на дачах. В управлении внутренних дел воры с дачного общества «Урожайный» знают. Дело на контроле у полицейских. Что можно сказать насчёт дачного общества «Урожайный», что на сегодняшний день человек задержан, допустим, назовём, как бы, гражданин А, задержан. В данный момент ведётся уголовное расследование, данный гражданин отпущен под подписку о невыезде. На увеличение числа краш на территории дачных обществ непосредственное влияние оказывают такие факторы, как отсутствие сторожей, видеонаблюдение, плохое и ненадлежащее освещение территории дачных обществ. Олег Великий, Марлен Искалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Агентство по делам Государственной службы и противодействию коррупции объявляет конкурс среди журналистов на антикоррупционную тематику. Конкурс проводится на двух языках – казахском и русском. Принимаются работы, опубликованные либо вышедшие в эфир в период с 1 января по 30 ноября текущего года. Принятые материалы будут рассматриваться по номинациям «Лучшая телевизионная, печатная и интернет-работа». Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефону 98 4707 или на сайте Департамента агентства по делам Госслужбы Западно-Казахстанской области. Данный конкурс проводится с целью формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к проявлениям коррупции в обществе. К участию в конкурсе приглашаются все журналисты, это всех казахстанских СМИ, республиканского и региональных уровней. В Западно-Казахстанской области с 1996 года выявлено 450 человек, живущих с вирусом иммунодефицита человека. Об этом было заявлено на «На круглом столе», который прошел накануне 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИД. Как сообщили участники «Круглого стола», кампания Всемирного дня борьбы со СПИД пройдет с 10 ноября по 10 декабря. Ее темой в этом году выбраны три цели. 90% людей, живущих с ВИЧ, знают свой статус, 90% людей с диагнозом ВИЧ получают АРТ и 90% людей, получающих АРТ, будут иметь вирусное подавление. Ежегодно у нас, считаясь, с 2012 года 35-40 случаев в год выявляются. В данный момент на 30 сентября 2015 года по области зарегистрировано 478 случаев. Это вот с 1996 года. И основной акцент, хотелось бы обратить внимание, что в основном 80% от выявленных – это лица в возрасте от 20 до 39 лет. То есть как бы молодая, молодежь, рабочая группа. В мире более 40 миллионов человек ВИЧ-инфицированы. Около 30 миллионов умерло от этой болезни. 60% западно-казахстанцев заразились при употреблении инъекционных наркотиков. Более 37% – половым путем. Все, которые состоят у нас на диспансерном учете, если назначаются им препараты, то они все получают АРТ-препараты, которые поддерживают организм. Дорогие вообще-то? Они все на гособеспечении, то есть все бесплатно представляется им. И вообще за эти годы сколько лет спина умерло? Умерло 32. Сейчас состоит на учете СПИД 35 человек. Ну, с диагнозом СПИД 35 человек стоит. В ходе кампании в городе области пройдет ряд мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ и СПИДа. Это концерты, круглые столы и спортивные состязания. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. В Уральске отмечают 110-летие со дня рождения Михаила Шолохова. Нобелевский лауреат, автор «Тихого дона» и «Поднятой целины» всегда считал при Урале своей второй родиной. В Русском драматическом театре имени Островского состоялась научно-практическая конференция «Шолохов и Казахстан». В юбилейных мероприятиях приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, консульство Российской Федерации в Уральске, руководители учреждений культуры, литературные и общественные деятели. В рамках мероприятий прошла выставка Сергея Жданова. В экспозиции около сотни работ, на которых запечатлены самобытная красота природы нашего края и уникальные кадры из личного архива писателя и его семьи. Мне посчастливилось в 1977 году. Он приезжал отдыхать на Шолкар. Это был июль месяц. Я работал в составе студенческого мехотряда в совхозе «Правда». И просто впервые этот восторг людей ощутил. Шолохов приехал. И я участвовал в погрузке Баркаса. Там директор совхоза был. Просто такое мимолетное было прикосновение. И, конечно, после изучения его произведений, я здесь одновременно увлекся фотографией. И судьба мне подарила дружбу с легендарным журналистом Василием Песковым. Шолохов беззаветно любил казахский народ. И его творчество оказало огромное влияние на литературу России и Казахстана. Ушедший из жизни ветеран войны Бесенджу Магалиев вспоминал в своей книге, что светлый путь Шолохова никогда не сотрется на казахской земле. День рождения Михаила Александровича мы открывали выставку государственного эрмитажа в нашем музее, посвященную казачеству. Это, сами понимаете, такое серьезное событие. И заканчивать будем через пару недель в Москве выставкой «Нобелевский триумф» в музее Пушкина. Уже нашу выставку, которая будет приурочена. Сегодня о Нобелевской премии было сказано несколько раз. Но давайте вспомним еще и то, что 10 декабря исполнится 50 лет с того дня, когда Бесенджу Магалиевич летал на Ан-2 и пытался найти Нобелевского лауреата, который в этот момент находился на берегу озера Челкаров в Парлатке. В рамках юбилейных мероприятий пройдут концерты, круглые столы и театральные постановки. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Зная наших, в Уральск с победы вернулись воспитанники областного центра туризма. В течение четырех дней они соревновались за звание лучших в технике горного туризма. Несмотря на все трудности и сильных соперников, удача оказалась на стороне уральских спортсменов. Соревнования по технике горного туризма проходили в городе Шимкент. Ребята готовились к ним основательно в течение одного года, и это несмотря на отсутствие гор в Уральске. Очень серьезно готовились, выставлялись у нас юниорской группы и две детские группы. Вот наша детская группа, она в финале заняла общие командные первые места. Для нас это большая победа для наших маленьких детей, потому как это уже стимул для дальнейшей нашей работы, для дальнейшего нашего развития. Спортсмены признаются, что завоевать призовые места было нелегко. В личном зачете первое, второе и третье место также заняли ребята с уральской команды. Чемпионом среди юношей стал Карим Ниталиев, а среди девочек – Рая Лукпанова. Трудно было, да, но три этапа было. Мы все три этапа заняли первое место. В этом мы пришли из финала Кубка Республики Казахстан, заняли тоже первое место. У нас были личные зачеты. Из мальчиков занял первое место я, а из девочек – член нашей команды Лукпанова Рая. Впереди ребят снова ждут тренировки, ведь в начале года начнется этап Кубка. В нем наши спортсмены также намерены одержать победу. Олег Великий, Марлен Искалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что это и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте – www.tdk42.kz. Спасибо за внимание и будьте в курсе событий вместе с ТДК-42. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...